СОЛДАТСКИЕ МЕМУАРЫ 18 января 1979 года знаменитый советский военный писатель Константин Симонов написал секретное письмо в ЦК КПСС. Что же такого секретного было в письме Симонову? Симонов предлагал создать при Центральном архиве Министерства обороны специальный отдел по сбору солдатских воспоминаний. Симонов писал, что многие из этих рукописей невозможно издавать, потому что написано литературно очень слабо и просто не хватит литературных сил для их подготовки. А некоторых так потребуется просто переписать заново, что снизит их ценность. Ну а так, этот массив солдатских мемуаров составит ту, говоря, современным научным языком источниковую базу, на основе которой можно будет, собственно говоря, писать историю войны или, по крайней мере, историю рядовых этой войны. К письму Симонову отнеслись с должного внимания. Оно было направлено на заключение в Генеральный штаб и в Главное политическое управление Советской Армии. И последовал ответ за подписью начальника Генерального штаба тогдашнего Агаркова и начальника Главного политического управления Епиша. О чем писали генералы? Писали они о том, что все ценное издается. И кажется, всякая ценная рукопись находит свой путь к печатному станку. И что Генеральным штабом и Главным политическим управлением проводится огромная работа по подготовке и контролю за тем, что идет в печать. И это очень важно, отмечалось в письме генералов. Каких усилий потребовала, скажем, подготовка к печати мемуаров маршала Жукова, к примеру. Также при помощи Главпура готовились в печати и соответствующих отделов ЦК готовились в печати мемуары Конева, скажем так, Баграмяна, Штеменко и других известных советских военачальников. В то же время, отмечалось в письме, есть и отрицательные примеры. Так, скажем, совершенно бесконтрольно вышли книги маршала Еременко или генерала Горбатова, в которых с точки зрения политической были допущены ошибки. Досталось в письме и Сергею Сергеевичу Смирнову, автору Брестской крепости, за то, что он там якобы что-то не так изобразил. Конечно, в работе Сергея Сергеевича Смирнова, как и в работе любого исследователя, были, вероятно, ошибки, но пафос письма был в другом. Не дать бесконтрольно что-то писать о Великой Отечественной войне. Чего может привести создание такой базы данных, говоря опять-таки современным языком, такого фонда солдатских мемуаров? К тому, что этой базой данных могут пользоваться разные люди, у которых могут быть совершенно разные точки зрения, иногда противоположные тем, которые исповедует собственно партийное политическое руководство. Вывод. Собирать солдатские мемуары не своевременно и не нужно. Если пишутся мемуары, то их можно собирать, ну допустим, при музеях каких-то войсковых частей. Можете себе представить, что это совсем другая история. Так, увы, и не было создано хранилище солдатских мемуаров. Кстати говоря, забыл добавить, что кроме Генштаба и Главного политического управления, проблемой сбора солдатских мемуаров, точнее, недопущения этого, занимались аж три отдела ЦК КПСС. Все они пришли к соответствующим выводам. Не своевременно, не нужно, а может быть и вред. И их можно было понять. Ведь они сочинили свою историю войны. Ту историю войны, которая была очень далека от реальности. И они подозревали, и совершенно обоснованно, что солдаты, которые начнут писать о том, что они помнили и видели, а не то, что услышали по радио и увидели по телевизору, они могут написать нечто совсем другое. Подобно уже цитировавшемуся мне Николаю Никулину, солдату Великой войны, впоследствии доктору искусствоведения и автору знаменитых работ по нидерландской живописи, золотой верх нидерландской живописи, это именно он, Никулин писал, в частности, что солдаты всегда были навозом, особенно в нашей великой державе и особенно при социализме. Ну как такое можно было совместить с официальной историей войны? Увы, из-за вот этих решений, решений по существу, по недопуску сбора воспоминаний о войне и по жесточайшей цензуре тех текстов, которые в войне печатались, мы лишились многих сотен, если не тысяч текстов, ненаписанных, утерянных, утраченных. Но, по счастью, несмотря на то, что эти мемуары не имели шансов на публикацию, несмотря на то, что не было специального места, куда можно было их сдать, отнести, люди продолжали писать. Писали в самые глухие и застойные годы, 70-е и 80-е в том числе. Писали в стол, писали для детей, писали правду, как они ее видели и как они ее понимали. Из этих маленьких правд, каждая из которых может быть частично неполной, и складывается большая правда войны. По счастью, повторяю еще раз, много текстов созданы. И они дают нам основания думать о том, что подлинная история войны в конечном счете будет написана. По счастью, сохранились не только воспоминания, написанные ушедшими уже из жизни, к сожалению, ветеранами войны, сохранились и в некоторой части дневники, дневники, которые было строжайше запрещено вести на фронте. Вот в руках у меня одна из тетрадей такого дневника. Дневника, который вел Василий Цымбал, рядовой, с 1942 по 1945 год. 12 тетрадей дневника передал мне для ознакомления сын Василия Цымбала, известный кинорежиссер Евгений Цымбал. Вот одна из тетрадей. Видите, тетрадь номер 10, тщательно записанная Цымбалом. Человек, он был образованным, был директором педучилища в Ейске до войны. В 15 февраля 1945 года по 14 июня 1945. Вот такую книжечку, тетрадь для введения дневника он уже нашел в Германии. Видите, надписи на немецком языке. Вот это подлинный документ войны. Видите, странички с немецкими буквами. Надеюсь, вот тоже надпись по-немецки, надеюсь, что таких дневников, хотя дневник это явление уникальное, все-таки еще найдется не один. И надеюсь, что в семейных архивах найдется еще множество записей. Записи, которые делали люди для себя, записей, в которых отражены три крупицы правды о войне, которые вместе составят цельную, полную и достоверную картину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова